друзья всем привет меня зовут игорь шугаев я шеф-повар и сооснователь онлайн академии за шеф и сегодня я хочу рассказать вам пожалуй о самом базовом а самым вкусным самым понятным креме этот крем кондитерский его по-другому еще называют крем потисьер его можно встретить буквально в каждой кондитерской по всему миру потому что это основа основ вот сегодня я расскажу вам как поэтапно делается вот такой вот крем который можно использовать для начинения тех же самых кроссов можно использовать для начинения тарта использовать как начинку в торте ну и вообще как прям полноценный крем а еще если вы добавите в него несколько разных ингредиентов вы будете получать разные крема кстати об этом читайте в описании я распишу вам ингредиенты как и куда нужно их добавить чтобы получить тот же крем муслина либо крем дипломат желтки мы высыпаем сахар и все хорошо объединяем так чтобы масса побелела добавим сюда также кукурузный крахмал и все это объединим пока мы все перемешиваем поставим на плиту сейчас наше молоко и стручок ванили наше ароматное оружие можно использовать конечно же какие-то концентраты можно использовать сахар который за обогащен вкусами ванили дамы самое лучшее это будет натуральная ваниль что мы с ней делаем мы сейчас ее вот так вот придавим такая-то на жирненькая придавим ее немножко разгладим вот так вот тупой стороной ножа сделаем вот такой надрез извлечем отсюда семена тупой стороны ножа аккуратненько вот так вот проходимся раскрывая ваниль и вот все семена да не нужно трогать их пальцами потому что ваниль она очень липкая да и она должна вся попасть у нас в этот крем поэтому так вот проходимся снимаем и помещаем это все дело в наше молоко также сам стручок конечно же мы сюда добавим мы поставим все это кипятиться выставляем средне-высокую температуру сейчас стручок когда все ароматы нашему молоку и конечно же выкидывать мы его не будем мы его достанем промоем и хорошо высушим сможем перебить его вместе сахаром и добавлять куда-нибудь у бисквита как только у нас дошло до кипения наше молоко мы его снимаем с огня эту мисочку для удобства поставим на тряпку да таким образом она не будет у нас вращаться снимаем с огня и постепенно выливаем в нашу яичную смесь вливаем аккуратно да потому что желтки у нас могут сразу же завариться нам нужно интенсивно работать венчиком и постоянно вот так вот помешиваем очень 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 быстро работаем венчиком объединяем все проходите по стенкам какой аромат ванили у нас стоит сейчас мы все вот это объединим достаем стручок откладываем его как и сказал он нам еще понадобится переливаем обратно нашу смесь перелили нашу смесь обратно в сотейник и сейчас доводим ее до кипения нужно ее проварить буквально две минуты но не забывайте аккуратно очень тщательно проходить венчиком нам нужно не дать этой массе подгореть и не превратиться в омлет перемешиваем интенсивно крахмал у нас распускается и как видите крем у нас приобретается такой уже более плотную форму это совершенно нормально можно сейчас если вам удобнее снизить температуру вот не забывайте венчиком проходиться по всей поверхности прямо так вот хорошо объединяем ведь он прямо у нас кипит крахмал у нас уже заварился и мы выключаем нашу плиту но не перестаем помешивать добавляем холодное масло оно должно быть из холодильника предварительно нарезанное на кубик и так же хорошо все это вместе объединяем мешаем очень интенсивно чтобы мы получили вот такую гладкую консистенцию возьмем для удобства силиконовую лопатку чтоб у нас ничего не оставалось и переложим все это в плоскую какую-то емкость для того чтобы наша масса быстрее охладилась да она должна у нас стабилизироваться мы уберем ее в холодильник буквально на час все переложили накрываем пленочкой в контакт так вот прям ручками до прижимаем чтоб у нас не было там воздуха это очень важно потому что смесь у нас еще теплая и если вы просто накроете да то емкость куда вы перекладываете вас создастся конденсат и он просто у вас упадет на ваш крем да у вас он будет мокрый это вызывает конечно же появление уже там бактерий различных поэтому так важно хорошо его накрыть убираем в холодильник на час а еще у меня возникает к вам вопрос большой вопрос какие ролики больше всего вам нравится короткий где все мимолетно до без лишних слов либо вы любите посмотреть и собственно порассуждать да где мы делимся с вами какими-то тонкости где вот прям показываем рассказываем то что не пишут в книгах напишите в комментариях какие видео вам больше всего понравится и мы будем такие выпуски больше выпускать так у нас прошел час крем стабилизировался посмотрите на его консистенцию вот он такой вот плотненький так и должно быть сейчас чтобы привести его в чувство нам необходимо все очень хорошо перемешать вот прям очень 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 даже можно в миксере взять его чтобы он приобрел консистенцию до крема очень гладкую очень красивую я же возьму венчик и просто хорошо это все дело перемешаю но что вот такой классный крем у нас получился я очень надеюсь что этот ролик был вам полезен если это так ставьте палец вверх обязательно подписывайтесь на наш канал если хотите получать новые видео и напоминаю если вы хотите сделать с этим кремом еще дополнительных два крема читайте в описании к этому видео я там все очень подробно распишу всем до скорых встреч спасибо